Сегодня я хотел бы поговорить о общей идее, вообще как, что мы учим в Торе, какое отношение к Торе должно быть. Трудно сказать, о чем говорить, но я вам, вы поймете сами от нашего разговора. Это называется лимудлишма, потому что просто очень трудно перевести это понятие, это изучение Торы во имя Торы, но это совсем приблизительно. Поэтому я сразу вам дам идею. Идея в том, начну с какого-нибудь такого предположительного случая. Представьте себе, что есть один человек, который пишет книги Торы. Мизузот, Филин, называется он Соферстан. Человек там занимается всю свою жизнь, пишет эти книги и так далее. То есть, свитки Торы. Серьезный человек такой. И вот к нему подходит его внук и спрашивает. Дедушка, а что такое устная Тора? А он ему говорит так. Всевышний дал нам на горе Синай Тору. И вот видишь, это книжка, это пятикнижье. Вот это то, что он нам дал на горе Синай. А потом... И переводили вот так это из поколения в поколение. А потом пришли такие поколения, которые не понимают точно, что там написано. Ну вот, например, там написано Сука. А что такое Сука? Ведь не сказано, как ее строить, сколько должно быть стен, какая высота какая-то... Так вот поэтому пришли наши мудрецы и объясняют, что написано в этой книжке. Или там, что такое, например, написано в Торе. И ты должен положить себе на голову тфилин, да? А что такое тфилин? Что это такое? Какое понятие? Не знаем. Поэтому приходят наши мудрецы в последующих поколениях и объясняют. Тфилин это такие черные такие коробочки, там, сделанные из кожи. Они вкладывают цвет, такой определенный псуки, и так далее, и так далее. Вот мы носим это. Вот это и есть устная Тора. Устная Тора это то, что наши мудрецы объяснили в письменной Торе. Понял? Он говорит, да, понял. Вот если эти слова сказал этот дедушка, то по Галахе все те книги, которые он написал, их нужно сжечь. Странно, правда? После вот этих слов? Да. Что он такое за ошибка? Он делал то, что не понимал? Нет. Нет. Что это такая за страшная ошибка, что он совершил? Что нужно сжечь все его книги. И это говорит об этом рамбам. То есть, понимаете, это не такое там, вот, нужно всех их сжечь там. Нет, это Галаха такая. Это говорит рамбам однозначно. В ядах Азака, в Илхот, Исодей, Тора, Перегваб. То есть, это, где сказано о смысле, смысл, как бы, Исодея Тора, как бы, основы Торы. Это у него такая есть, такая глава в его книгах, 14 книгах. И там есть такая глава, называется «Основы Торы». В шестой главе этого места, то есть, этого раздела «Основы Торы», в шестой главе он говорит так, что если эпикуреец написал книгу Торы, ее нужно сжечь. Эпикуреец, то есть, «апикорес» на еврейском. В еврейской традиции, это такое, как бы, общее название не учеников философа Эпикура, а это такое, как бы, нарицательное имя всех людей, которые противостоят Торе. Отступники. Отступники, да, наверное, можно было бы так сказать. Теперь, противостоять Торе есть, как бы, несколько видов. Человек может, например, противостоять тому, что написано в Торе. Сказать, это не Всевышний дал нам, скажем, эти книжья. Это Моше написал, или группа людей написали, и так далее. Такое мнение. Вот если он это сказал, то это считается, что он эпикорес. Или он, например, не верит в Бога. Говорит, да, все хорошо, а там, то, то, Бога нет. Тоже называется эпикорес, то есть, эпикуреец. Хотя сам эпикурей, вот, верили в Богов. Но это такое общее название. И вот Рамбам объясняет, что даже, что также считается эпикурейцем, то есть, эпикоросом, тот, кто говорит, что устная Тора – это деяние, как бы, рук человеческих. Толкование, как бы, да? Толкование мудрецов того, что написано в Торе. Что-то не слово Всевышнего. Да, а это не от слова Всевышнего. То есть, это не Моисей получил на горе Синай. Теперь, то есть, что это значит? Вот, представьте себе, что мы сейчас находимся на горе Синай, и мы что, видим действительно, что Моше получает эти пятикнижья, такую книгу, которую мы видим, написанную там на пергаменте, которую мы видим в синагоге? Конечно, нет. Он ему не дал эту книгу. И нет такого мнения даже в иудаизме, что Всевышний дал ему какую-то книжку на горе Синай. Он ему дал, правда, скрижали завета, но там всего десять предложений написано, десять заповедей. Это, конечно, ни в какой мере не является всей Торой. А что же он ему дал на горе Синай? Он ему дал основы, понятия, как правильно воспринимать Тору. Вот это и было Синайское откровение. То есть, он ему никакие книжки не давал, и ничто не было написано, и Моше не запоминал все слова, «Баришит, Барай, Лукима, Тешаманет, Арзакады и так всю Тору до конца». Ничего такого не было. А откуда же у нас эта письменная Тора? Это Моше писал эту Тору в течение сорока лет. У него был там Огель-Моэд, называется, как бы такой шатер откровения. Он сидел там и каждый раз писал еще какую-то главу, еще какую-то главу. У него были там всевозможные пророческие открытия такие, Всевышний ему открывался, говорил что-то, диктовал ему как бы даже, да? И он писал то, что Всевышний ему говорит, и это продолжалось сорок лет. То есть, когда мы читаем Тору, у нас создается впечатление, что Всевышний ему дал ее на горе Синай. И действительно так и говорит Мишна. То есть, есть Мишна, которая говорит, Моше получил Тору на горе Синай. Но что имеет в виду эта Мишна? Что он получил пятикнижья, на пергаменте написано, как мы видим в синагоге? Нет, он получил осознание, как нужно правильно понимать это проявление Творца. Принцип толкования. Толкование, воспринимать, как нужно, как относиться к этому, может быть даже, можно сказать, он получил определенные правила. Клалим сказано, да? В Гоморее сказано, Всевышнему передал как бы законы, общие правила, как понимать Тору. Да, да. В то же время странно, получается, как раз, если говорим о том, что Тора дарована после выхода из Египта, то, соответственно, там написано все будущее до самой смерти Моше. И вообще теряет смысл тогда ни свободы воли, ни чего. Вот мы знаем, что будет завтра. У нас уже в голове, мы открываем, написано, что будем делать завтра. Верно, верно. Понят логики и так далее. Конечно, конечно. То есть, то, что вы сейчас говорите, если мы идем по другому пути, не как я вам сейчас это объяснил, а сказать, что он получил всю Тору записанную, то тогда действительно нет логики. Ведь бывает там ситуация, когда спрашивают его, например, Бноцловхад, к нему обращаются и говорят, отдай нам тоже этот надел в Израиле, в Израиле. А Муше нечего им ответить, он не знает, что сказать. Он говорит, хорошо, подождите, Всевышний ко мне откроется, я вам скажу, что делать. А если у него все это записано, то он просто открывает книжку и читает. Быть такого не может. То есть, мы понимаем и логически, что так оно и должно было быть. Это аспект, то, что касается письменной Торы. А что касается устной Торы, там, что Всевышний говорил Муше, что придет, допустим, Раби Тарфон, или Рабан Гамлиэ, или там придет, скажем, там, Раби Ушов, Раби Лезер, и они скажут так-то и так-то, это он ему дал на горе Синай? Конечно же, нет. А что ему дал на горе Синай? Те же правила, по которым он должен понять письменную Тору, он те же правила объяснил ему и на устную Тору. То есть Муше получил на горе Синай две Торы. И об этом есть такая шутка. Знаете, есть Медраж, который говорит, что Всевышний обращался к разным народам, предлагал им Тору, они не хотели. Знаете, да, приезжал там Ишмаэльяна, к Ишмаэль, говорил, примите Тору, они говорят, а что там написано? Там написано, не убей. Как? А мы не можем не убивать? У нас мы, обращался там к Эсаву, а что там написано? Там написано, не крадем, мы не можем не крадем? И так далее. Как там написано, а убей? Подожди, 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 это я вам рассказываю эту шутку, да? А потом он обратился к евреям, спрашивает, хотите Тору? Они говорят, а сколько стоит? А он говорит, бесплатно. Да, тогда давайте две. И вот это две, это то, что мы на самом деле получили. Мы получили две Торы. Это очень важно понять. Это настолько важно понять, что если вы соферстам, то есть вы пишете эти книги, и вы этого не знаете, то все книги, которые вы написали, они не кошерные, их нужно сжечь, их нужно уничтожить. Я сейчас объясню тоже почему, и так далее, и так далее. Но просто, просто чтобы вы знали эту информацию, да? Потом пытаемся как бы понять эту информацию. Но сначала мы хотим просто, чтобы знать информацию, что по Галахе, это не кошерно, и так далее. Понятно, что есть этот соферстам, к нему я сейчас подойду и скажу, ты знаешь, а вот в книге Рамбома, в 14-х его яда Хазака, в 14-х его книгах, в разделе, там, Исудея Тора, на 6-й главе, сказано так-то, и так-то, почему же ты говоришь так-то, и так-то, и так-то, почему ты говоришь, что это мудрецы и просто объясняют то, что написано в Торе. Он скажет, а, ой, извини, я не знал, я не подумал, я неправильно сказал, или я так думал, но ты говоришь, что это у Рамба по-другому, хорошо, я прошу прощения. Тогда его книга их кошельная. Но если он говорит, нет, а я так считаю, а я так думаю, я не верю, а кто Рамбом? Рамбом сказал так, а я думаю по-другому, и так-то, и у меня другое мнение. То есть он стоит в своем мнении, не просто у него была как бы оговорка такая, и там заблуждение какое-то, он не понимал, а это у него идеология. Вот когда у него такая идеология, это его книги не кошерные, все нужно сжечь. Почему? Потому что на самом деле то, что он сказал, что устной торы, она не происходит от Творца, а это человеческий ум, так думал, так решал, так он действовал. На самом же деле, Муше получил на горе Синай устную тору также, и вот в этой устной торе сказано, как нужно интерпретировать тот или иной стих из торы, или как нужно объяснять, какие должны быть правила, как мы понимаем эту тору, не просто там пришел Раби Тарфон, и ему пришла такая мысль в голову, говорит, «Да, я так думаю, что, например, там Рабелезер говорит, я думаю, что это Ананейковод, допустим, Сука это облака славы, а Раби Акива говорит, «Да, я думаю, что это просто обыкновенные, там они сделали из дерева, ну так я думаю, и ты думаешь, хорошо, каждый думает». Нет, тогда у этой торы нет святости, потому что человек, неважно, кто, кем бы он ни был, он не может сделать что-то святое, он не может создать святость из ничего, он тоже может проявить святость Творца, а сказать про какой-то пасук из торы свое мнение, в этом нет никакой святости, а мы верим, что наша устная тора святая, то есть она была дана муше на горе Синай, и тогда. Аткан, есть какое-то мнение, возражение, вопрос, кто-то что-то хочет сказать? Все понятно, правда? Прекрасно, пойдем дальше. И вот, и вот мы понимаем по этой устной торе, что все, что сказано в письменной торе, никогда нельзя понимать буквально. То есть, тора дана нам была с самого начала в четырех уровнях. То есть, писаная устная, это значит, четыре уровня. Это уровень самого текста торы, пша, называется, а потом есть ремез драш десод, то есть, еще три уровня. То есть, это намек, объяснение и тайна. Эти еще три уровня. И вот эти три следующих уровня, их сказали наши мудрецы. И когда мы учим тору, мы всегда ее понимаем, пытаемся понять во всех четырех уровнях. Но не всегда у нас это получается, не всегда мы знаем все, что есть. Поэтому мы можем изучать пшат, и мы можем говорить о буквальном понимании торы, письменной торы, но мы всегда помним, всегда знаем, что это только верхушка айсберга. Настоящая тора, это не то, что написано в пятикнижье, а это то, что написано в пятикнижье в понимании, в объяснении еще трех разных уровнях. А человек, который концентрируется только на письменном уровне, то есть, на буквальном понимании текста торы, этот человек является также апикорис, то есть, у него он тоже не считает, это не кошерные евреи, у него не может там быть ничего такого. Вот, например, там, караим, они так думают, или там было такое направление, назывались цдукин, там, цирюкей, да, и так далее, да. То есть, мы не можем ссылаться на то, что в торе написано в буквальном понимании? Совершенно верно, мы не можем никогда ссылаться на то, что написано торе в буквальном понимании, мы всегда знаем, что буквальное понимание это только часть картины, а когда мы говорим только, только это и нет никакого другого объяснения, вот это и есть как бы апикурство. А тогда откуда мы можем быть уверены в том, что мы уверены в том, что мы правильно ее понимаем? О, совершенно верно, да, вот как раз я об этом говорю, мы никогда не можем быть уверены, что мы правильно понимаем то, что написано в письменной торе, а только при помощи наших мудрецов, комментаторов, там, Раши, Ибнезра, Сфорно, Радак и так далее, да, все великие комментаторы торы и наши мудрецы, вот они дают полное правильное объяснение. А если этого нет, то мы, конечно же, совершим, совершаем очень большую ошибку, когда мы читаем тору в буквальном понимании. И это одно из вещей, которые привели многих людей, неевреев, привели их к неправильному пониманию торы. Например, там, говорили, вот, у евреев сказано, там, глаз за глаз, там, зуб за зуб, там, око за око и так далее, да, вот это буквальное понимание торы. А любой еврей, который учит тору, знает, что, когда сказано око за око, имеется в виду денежная оплата. И мы поговорим чуть позже, почему же написано, если это деньги, почему же написано око, скажешь, деньги, и это объясним чуть позже. раньше денег не было? Ну, можно было сказать, оплата. Но вы, наверное, знаете, что деньги были во времена Авраама, да, Авраам купил за деньги с Маратом Махпела. А Моше получил это уже там 500 лет позже. 400. Понятно, да, то, что я сейчас объясню? прекрасно. И есть очень много примеров. Всевозможность, вы читаете Тору в том, как она написана, а не в том, каков ее смысл. Это получается чудовищная вещь. Там сказаны всякие страшные вещи, там, ваш ребенок плохо себя ведет, его нужно забрасывать камнями, там, бен-сорэ-ру-мурэ, или там два мужчины ссорятся, там, женщина вмешивается как бы нескромным образом в их борьбу, ей нужно отрезать руку, там, всякие такие выражения идиотские, если ты понимаешь, в буквальном смысле, это просто полный идиотизм. Есть очень много таких выражений. Я могу привести множество, много примеров. Поэтому мы никогда так не воспринимаем. А почему же тогда написано не деньги за око, а око за око? Или зуб за зуб, руку за руку? Почему же так написано, если это на самом деле неправильное понимание? Дело в том, что если бы мы написали деньги за глаз, оплату, за глаз, то тогда тоже Тора выглядела бы чудовищным образом. Если написать глаз за глаз, чудовищно. Если написать деньги за глаз, тоже чудовищно. что было в материальном смысле получалось? Получалось, я вам дам пример. Представьте себе, идет человек по улице, вдруг к нему подходит парочку таких жлобов, хватают его, связывают и вырывают у него глаз. И тогда подходит их господин, их глава, их мафии с такой колбочкой и берут этот глаз, в колбу, и он закрывает и говорит, хороший, в порядке. А как? Что он наделал? А в чем проблема? Сколько стоит глаз? Ну, вы же знаете, что если там что-то происходит, не дай бог, с нами, то страховые агентства, они страховку платят. Сколько платят за ухо? Есть цена за ухо, за палец, за глаз, выдается определенная компенсация. Сколько стоит глаз? Примерно, я вам скажу, это примерно полмиллиона, миллион шекелей. Ну, полмиллиона. Не, не так много. Полмиллиона, у него там в доме стоит такая полочка, где есть много глаз таких. Он коллекционирует глаза. А в чем проблема? Я говорю сейчас не по законам Израиля, а по законам Торы. Если это деньги за глаз, то в чем проблема, что я тебе сделал? Я забрал твой глаз, сколько он стоит? Полмиллиона? Ты возьми, вот тебе чек, вот тебе получай. Эквивалент ценности. Да, эквивалент ценности глаза. Нет, но это вещь, которую израильские суды определяют. Если, например, случайно получилось у человека выбить другому глаз, сколько он должен запустить компенсацию? Какую сумму? Ведь это же не бесконечную сумму какую-то, на миллиарды долларов. А есть какая-то сумма? Примерно, я вам говорю, сегодня, я об этом немножко узнавал, это примерно полмиллиона шекелей. Не больше. А он собирает глаза. И вот брат собирает произведения искусства, там, всевозможные Ренуар или там Боттичелли. А он собирает глаза. В чем проблема? Ведь Тора говорит, деньги за глаз, только лишь деньги. Поэтому я тебе даю чек за глаз, и все в порядке, с точки зрения Торы, никакой проблем не было. Тора живая, если бы мы говорили так бы нет, то она просто стала как бы закон хамуарь, пусто юридический. Да, поэтому такого быть не может. Поэтому если будет написано глаз за глаз, око за око, это ужасно. Если написано чек за око, может быть, это еще хуже. поэтому в Торе не написано чек за око, а написано, чтобы ты знал, что тебе должны были вырвать твой глаз, если ты такое сделал. Ты должен понять, что по сути у тебя, даже если это случайная авиария, ты ему наглядил, тебе по правде должны были выбить глаз, вырвать твой глаз. Но с другой стороны этого не делай. Ты только заплатишь, но чтобы ты помнил, что это как бы тебе вырывают глаз, что это не чек. Понимаете, это как бы если бы это был чек, то это было бы циничное такое объяснение. поэтому Тора говорит в таком как бы я бы сказал диалектическом языке. Язык такой, который вмещает в себя две вещи, которые отрицают один другого. Поэтому письменная Тора скажет тебе глаз за глаз, а устная Тора придет и скажет нет, нет, плати деньги. Но это не такое циничное давание чека. Понимаете, вот это соединение этих вещей, которые вроде бы противоречат друг другу, оно правильное понимание Торы. Это как такое есть такое явление, как, скажем, например, стереоскопическое видение глазами. мы видим стереоскопически. Каждый глаз в отдельности не видит три измерения, он видит только два измерения, вы, наверное, это знаете, да, хорошо? Когда мы смотрим на картинку, фотографию, мы бы не видели, что я сейчас, вот, например, кто-то нас сейчас смотрит по интернету, то он не знает, я нахожусь сейчас вплотную к стенке этой, за мной, или есть между нами полметра, а вы знаете, вы это видите, почему? Потому что он видит в двух измерениях, а вы видите в трех. А мы видим в трех измерениях нашей жизни, потому что у нас глаза находятся на разных углах зрения, они, в принципе, противоречат друг другу, и потому что мы видим с разных двух углов, вдруг, с двух углов, создается эффект третьего, который, вот это я им называю диалектическое восприятие, когда это третье, оно не правый и не левый, а это что-то иное, какое-то иное качество. То, что вы видите, закрываете глаз, это вам не поможет, вы продолжаете видеть, потому что вас мозг помнит, как это делать, но если вы поставите палец перед собой и будете закрывать глаз, то вы увидите, что ваш палец прыгает, а если он прыгает, то где он на самом деле находится? Ведь он же не прыгает. То есть он находится где? Где этот палец находится на самом деле? Здесь или здесь? Не здесь и не здесь. Но ведь наблюдатель у него разных, два разных наблюдателя в нашем мозгу. Так же и на Земле, когда наблюдает солнце, все зависит от точки наблюдателя. Это верно. я спрашиваю, это верно, но я сейчас спрашиваю пальцы. Почему? Где он? Он здесь или здесь, когда вы смотрели на него? Не здесь и не здесь. Он в чем-то третьем. В третьем, да? А вот это третье, которое включает в себя эти два разных аспекта, вот это является то, что иудаизм пытается сделать с Торой. письменная Тора говорит вам око за око, устная Тора говорит вам чек за око, а в душе нашей создается что-то третье, что это что-то ужасное, это трагедия, это катастрофа, и я должен был бы за это заплатить большую цену, но Тора мне говорит заплати деньги и все, но пойми, что ты наделал. Понимаете, вот так действуют все наши законы. Все, что сказано в Торе, всегда есть этому письменное пронятие и устное, и вот тогда создается правильное восприятие этого. И в принципе это то, чем мы занимаемся, когда мы изучаем Тору, не читаем Тору, а изучаем Тору. Изучение это не когда ты там много-много-много что-то читаешь, а изучение это когда ты пытаешься понять, что говорят наши мудрецы, когда говорят об этом посылке, об этом стихе. А как с каким-то Богом, нам непонятно? Понятно, конечно, но есть например хуким молоко с мясом и другие вещи шатнес и так далее. Мы не знаем в чем их смысл, но мы изучаем что это имеется в виду и что такое шатнес что сказал что это так называется и в чем смысл а почему молоко козленка а ягненка можно или теленка можно а не в его матери а в его дочери и так далее. Есть очень много аспектов в любой митзве хуким о мишпатим я вам дам еще один такой пример если мы не понимаем то о чем я сейчас вам говорил то многие многие вещи в торе они кажутся немножко непонятными или даже я бы сказал смешными когда ты ее читаешь ну вот например если вы помните скажите можно открыть это окно здесь нет я вам дам пример если вы помните когда Яков возвращается из Падан Арама то есть он был у Лавана в плену он возвращается в землю Израиля после 36 лет что его не было дома и он знает что сейчас он встретится со своим братом Исавом и он пишет Исаву такое письмо в этом письме написано им Исав Гарти в Эхар Ад Ата Слыхай им Лаван Гарти в Эхар Ад Ата в Иль Шор В Хамор и так далее продолжение он пишет своему брату что он был как бы в гостях у Лавана и он там задержался у него сейчас есть быки и ослы это написано бык и осел но имеется ввиду в большом смысле Исав как известно был умным человеком он был большим злодеем но был умным человеком настолько умным что голова Исава как вам наверное хорошо известно находится в Маарата Махпилата он похоронен вместе там наши четыре да четыре пары и среди них также находится голова Исава потому что он был очень умным вот он пишет Яков у меня там есть бык и осел и мы смотрим ну что это за странное письмо вы помните как они расстались он украл Яков украл Исава его благословение обманул его обманул своего слепого отца Исав собирался его убить Яков убежал там была целая трагедия как они расстались и вот сейчас 36 лет спустя он возвращается домой и он ему пишет А я купил себе мотоцикл Сузуки 500 кубиков серьезная модель Наверное вы бы вернули он просто какой-то болван Это ну вот об этом я и говорю это то что тебе приходит в голову об этом ты говоришь 36 лет спустя тебе ты пишешь своему брату что ты купил мотоцикл он пишет какую-то шифровку да понятно что это шифровка да 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 совершенно верно то есть то что там написано без того что мы понимаем что это шифровка без того что мы знаем что в этом какой-то смысл кроется это письмо дурацкое какое-то глупое неужели вы бы написали такое своему брату даже если вы там купили это правда и по-достоячему много мотоциклов или большая у вас машина и вы ему пишите я осибирский у меня есть кадиллак кадиллак что ж ты такой что дурак а что же он ему написал почему же это так сказано а дело в том что в той вот эти как я уже сказал все слова это шифр это не имеется ввиду то что там написано только а есть еще разные уровни понятия то что написано и вот когда мы понимаем например слово бык на еврите то есть в Торе слово бык шор его те кто изучают гмору все понимают и знают что речь идет не об одном из как бы отцов столпов всех всех видов вреда которые существуют в нашем мире знаете что наши мудрецы разделили все виды вреда на четыре категории одна из этих категорий это вред который человек носит другому человеку при помощи животных ну вот например кошка прыгнула на ваш стол и развела какой-то дорогой кувшин то вы можете прийти к хозяину этой кошки если там ваш сосед потребовать потребовать на него оплату а он этого не сделал кошка сделала вот эта кошка она будет называться бык или будет называться то есть это берется как бы некоторое общее положение абстрактная идея животного и вот это то что в гморе называется авганезиким то есть этот вот это слово бык включает в себя и кошку и петуха то есть талмуд гмора нас учит что то что написано бык это не обязательно бык а это как бы абстрактное понятие принцип ущерба то есть мы сейчас говорим об определенном определенной идее которая называется бык но те которые изучают талмуд и у них они учатся смотреть абстрактно на действительность какая мне разница это осел бык или петух я говорю сейчас о принципе об идее и поэтому эта идея общая она называется бык то есть мы уже понимаем что это не на самом деле он ему яков не написал только лишь у меня есть бык а он что-то имел ввиду еще что-то скоро мы поймем что это было еще что-то это первый уровень понятия абстрагирования более высокий уровень абстрагирования когда мы понимаем что Яков сказал ему что в слове бык также это имеется ввиду ангел откуда мы знаем что ангел называется быком вы помните в истории с Ихискелем есть там такая как бы огненная колесница видит ее пророк Ихискель и он видит что эту колесницу несут четыре ангела и один из этих четырех ангелов он называется бык шор то есть мы понимаем что это что это уже ангел это уже не какое-то связано именно с животными или там еще какая-то вещь а это общая идея ангел это сила которая действует в этом мире определенная жизненная сила которая влияет на мир изменяет его и он называется бык там есть четыре таких бык лев орел и человек это четыре лика как бы эти четыре ангела каждый из собой представляет какую-то определенную определенную идею силу вот есть такой ангел силы быка то есть силы работы силы действия силы влияния потому что ангел лев это другая сила ангел орел это другая сила ангел бык это действие это другой уровень восприятия слова бык а есть еще более высокий уровень четвертый уровень это когда слово бык на иврите это то же самое слово как взгляд я знаю что вы еще это не изучали но но знаете что на иврите можно сказать несколько выражений как бы взгляда смотреть видеть вглядываться да есть разные как бы слова синонимы один из синонимов слова взгляд это называется лашур например говорит говорит белам ашурейну веено коров я вижу но не близок вижу да вот это видение это называется на иврите слова бык шор какая здесь связь с этим быком который находится там на пастбище который там говорит мум какая связь никакой связи единственная может быть связь это мощь мощь взгляда вот об этом говорит рав Элемелех Мележанск в книге это то что Яков имел а что он имел ввиду когда он сказал у меня был осел на иврите слово осел это слово материя я владею материи и вот это он ему сказал тогда мы понимаем что это уже не разговор дурачков который говорит я купил себе мотоцикл это серьезный разговор мудрецов хорошего положительного отрицательного но это серьезный разговор что же имела ввиду сама Тора которая написала там допустим и боднет бык корову написано там например в Торе в нескольких местах такие выражения в книге шмот например в книге парашат мишпатим сказано и боднет будет бодать по-русски говорят бодать бодать бык корову что что имеется ввиду первый уровень второй уровень третий четвертый какой из них понятно все вместе а как можно понять боднет бык корову на четвертом уровне вот этим занимаются наши мудрецы объясняют понимают нам это комментируют вот это и есть изучение Торы этот принцип о котором я сейчас вам рассказал он называется в словах Рамбама называется золотые яблоки в серебряном в серебряных кружевах на иврите это есть такое выражение в книге Мишлей называется тапухей загав бемаскиот акесов то есть что это такое объясняет Рамбам такую вещь вот есть например ювелирное украшение яблоко сделанное из золота и вот вокруг этого яблока из золота есть у него как бы обертка как это окруж какой-нибудь такое кружева из филигранной работы из серебра вот когда ты смотришь на это яблоко издалека то ты видишь что оно серебряное но когда ты приближаешь его близко то ты видишь что внутри оно золотое вот это выражение золотые яблоки в серебряных кружевах это есть как бы некоторый код понятия как нужно изучать Тору то есть вся Тора говорит Трампом написано как бы на уровне серебряных украшений но когда ты смотришь между этими дырочками вот ты видишь там что-то совсем иное итак вся Тора дам еще один пример вот если вы помните есть такая вещь которая называется халица халица это когда там есть женщина она замуж на годы человека у них нет детей и этот человек умер и у него есть брат то есть митцва чтобы эта женщина вышла замуж за этого брата если они хотят если оба они хотят не обязательно но если они хотят это митцва называется и бум и вот если этот брат говорит я не хочу за ней на ней жениться то для того чтобы она освободилась от него чтобы она не должна была выйти замуж он должен снять как бы свой свой свою да она снимает с него его обувь плюет на землю нет не 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 туда нет плюет на землю плюет на землю дает ему обратно его туфель и говорит ему и так будет всем кто не хочет как бы сохранить имя своего брата да он называется дом разутова вы понимаете что то что я вам сейчас рассказал это комедия понятно но я говорю без этого без того чтобы я объяснил в чем смысл вы понимаете что это комедия какая-то какие-то дикие вещи я должен сейчас жениться на какой-то там мой брат жениться на ней не знаю почему она там старше его на 20 лет такая не знаю зачем сейчас я тоже жениться почему а если нет то она будет плевать мне на землю и говорить вот тебе будет такое хорошо плевай снимай тапочки мои домашние хорошо ну и что вы ненормальные какие-то какой-то какой-то маразм так же как проверка неверной жены да верно да 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 вы да сейчас понятно ты не понимаешь если ты читаешь то что написано в торе если это только только тот текст который написан когда вы читаете хумаш без объяснения без этих четырех разных уровнях то есть пардес то что там написано какие-то какая-то комедия а когда мы понимаем что все это как мы сказали раньше шифр то это все будет выглядеть совершенно по-иному а какой же это шифр о чем идет речь а речь идет о том что мы относимся к человеческому телу как как проявлением души да то есть мы в нашей обыкновенной жизни видим друг друга мы воспринимаем так да вот вы вот я да нормально но иногда мы воспринимаем других людей даже по какому-то слову там например вы переписываетесь с кем-то кого вы не знаете в там в интернете то он для вас там какой-то какой-то там набор слов там admit ну кто это такой admit ну admit да ладно но вы его знаете но вы же понимаете что это то что там писано admit это не он на самом-то деле а есть кто-то кто стоит за этим admit там правда нет admit а вы мы себя по ошибке идентифицируем с этим admit то есть этим каким-то выражением вот он я мы тут думаем да но ведь вы же знаете что это не вы так же как тот кто написал там там какое-то там слово непонятное тоже это не он а кто-то стоит за этим так же и за нами кто-то стоит кто же это это наша душа а тело наше что это такое это его одежда этой души проявление души в которой он проявляется да или другими словами можно было бы так сказать что если душа как бы над нами то тело наше даже личность наша это ее обувь так так же как моя обувь такая маленькая держит в себе меня такого большого я весь в нее вхожу так же я сам являюсь такой же обувью своей бесконечной души и поэтому когда происходят все эти весь этот церемония халица то там на самом деле происходит изъятие его души из его тела то есть она в принципе говорит ему у тебя не будет то есть ты ты многое теряешь в душе своей я как бы разрываю связь между тобой и твоей душой это совсем другой другой разговор и и вот это эту идею мне кажется было важно чтобы мы поняли когда мы изучаем что-либо в письменной теории мы должны понимать с чем мы имеем дело то остановимся здесь то Субтитры подогнал «Симон»